дорогие мастера всем привет давайте с вами рассмотрим как избежать от слоек и так позиции ру наших рук первая позиция когда вы устанавливаете ресницу иногда вы загибаете слишком пинцет и у вас идет от слойка вторая позиция неправильная когда вы перегибаете наоборот в обратную сторону пинцет и кисть руки от этого у вас также получается от слойка вам необходимо найти нейтральное положение которое будет полностью соприкасаться искусственная ресница с натуральной у зоны века и так первое положение когда вы руку слишком задираете вверх и у вас получается от слойка мы устанавливаем на ресничку и она проскакивает вдоль натуральной вас сцепка только с пузиком ресницы а кончик нашей ресницы телепается сам по себе отдельно от этого получается у нас слойка второй вариант тоже когда нельзя так делать это слишком перегибаем кисть руки и задираем пинцет вверх положение получается ваш хвостик ресницы у зоны века отпирается вверх а необходимо чтобы они примыкали друг друга полностью плотненько и так макаем ресничку в клей и устанавливаем обратите внимание если положение руки слишком вверх вы загибаете у вас также получается от слойка то есть первый вариант когда мы слишком тыкаем вот так вот вниз второй вариант когда перегибаем руку и один из самых правильных и самый правильный вариант это когда мы стараемся приложить руку к щеке нашего клиента то есть мы имеем право это делать да только легенько дотрагиваемся и стараемся примыкать искусственную ресницу с натуральной у зоны века таким образом фиксируем нашу натуральную ресницу с небольшим отступом и без отслоек запомните что когда вы работаете с ресничками вы всегда работаете у вас подвижные эти три пальчика и подвижный пинцет кисть руки у вас почти всегда остается в одном и том же положении кроме проработки внутреннего угла и так когда вы устанавливаете искусственную ресницу на натуральную вы должны немного зафиксировать кисть в одном положении и примыкая ресничку искусственную к натуральной удержать несколько секунд затем отпустить сейчас ресница без клея поэтому она не фиксируется давайте мы макнем не перегибая пинцет ресница искусственная также в пинцетике находится в ровном положении кисть зафиксировали и установили нашу искусственную ресницу дорогие мастера давайте сейчас с вами поговорим о проработке внутреннего угла иногда мы фиксируем патчем подтягиваем наши ресницы но у вас также могут задействованы быть ваши пальчики когда мы прорабатываем внутренний угол безымянным пальчиком подтягиваем ресницы вверх и устанавливаем нашу искусственную ресницу берем следующую ресницу макаем ее в клей подтягиваем наши века в сторону и фиксируем нашу искусственную ресничку на натуральную затем удерживайте несколько секунд чтобы ресницы не подклеились к патчу и отпускаем. То есть не обязательно проработать всегда ресницы, подтягивая патчем. Можно также задействовать наши ручки. Еще один из вариантов проработки внутреннего угла, это когда вы левой рукой, если это правый глазик, левой рукой мы приподнимаем ресницы вверх, а правой рукой устанавливаем необходимое положение нам искусственную ресничку. Затем снимаем следующую, макаем ресницу в клей, приподнимаем, держим наш ресничный ряд и опять же макаем, ставим ресничку. Так, еще раз хочу вам показать. Один из вариантов, это когда мы подтягиваем пальчиком ресницы немного как бы в сторону, визуально отделяем одну ресницу и устанавливаем на нее искусственную. Следующий вариант, это когда мы будем приподнимать внутренний угол пальчиками. Так мы можем работать даже без патча. То есть, если вы уже заканчиваете вашу работу, осталось несколько внутренних ресниц, которые просто плохо просматриваются, либо патч их отпирает, вы можете полностью снять патч, приподнять века и вот таким точечным методом подставить внутренний уголочек, искусственную ресничку на натуральную. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем пока-пока, до скорой встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok